МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новые изменения в законе о Wi-Fi в общественных местах. Пришла весна, и свалки обнажились. Весь мусор, который находился под снегом, сейчас можно увидеть во дворах и на дорогах города. Будут ли его убирать, смотрите в нашем следующем сюжете. Бутылки, пакеты и бочки – это самый распространенный мусор, который можно увидеть в нашем городе. Хуже всего то, что встречается он в скверах и парках. И стоит людям с первыми днями весны выйти на улицу, как прекрасная прогулка будет омрачена большим количеством мусора. Убирать его – задача в первую очередь городских служб, а иногда к ним присоединяются и обычные люди. Такие мероприятия называют субботниками. Традиция старая, однако крепко сложившаяся. И проводить их стараются как можно чаще. В Рязани привычное мероприятие – это месячник по уборке города. Он стартовал с 14 апреля. В рамках месячника у нас запланировано проведение трех общегородских субботников – 14 апреля, 21 апреля и 12 мая. Мы приглашаем всех жителей и гостей города неравнодушных к участию в субботнике. Со своей стороны мы обеспечиваем всех необходимым инструментом, мешками, необходимой техникой для вывоза мусора. На такое мероприятие приходят как жители города, так и чиновники. В приоритете уборки – ветки и листья деревьев, а также стихийный мусор. В минувшие выходные на помощь горожанам вышли около 800 чиновников и работников муниципальных предприятий и учреждений. За весь день совместными усилиями собрали более 140 кубометров мусора. Наша задача – максимально привести город в порядок после зимы. Эта работа, как вы видите, уже ведется, уже несколько дней месячник идет. Но основной упор мы делаем на проведение этих субботников. В настоящее время люди живут в своих домах, пока на улице вокруг них собираются отдельные островки мусора. И ждать, пока городские службы хоть как-то отреагируют на эту ситуацию, местные жители не стали. Наталья убирает свой дом вместе с соседями. Инициативная группа небольшая, однако это компенсируется их активностью. Вы знаете, у нас даже бабушки, показатель, кстати, высокий бабушкинский, бабушка ходит из шестого подъезда и девяносто с лишним лет. И она утром проходит, собирает все бумажки. Ну вот все, что ей не нравится, она все собирает. И вот даже бабушки. Не говоря о том, что, в общем-то, молодежь особо там, она не молодежная, такого возраста, как я, то есть уже. Вот, но у нас все любят этот двор наш. И мы, вы знаете, как мы постоянно просто поддерживаем. То есть у нас нет такого, что мы приходим, то есть где-то снег стаил, и у нас там гора мусора. К дворовой территории возле этого дома придраться сложно. Нет ни пакетов, ни пустых упаковок. Даже бычки, которые в нашем городе легко найти на земле, словно павшие листья, здесь не встречаются. Двор возле дома на Затиной – это не единственный пример в Рязани, где местные жители устали ждать хоть какой-то реакции от городских служб. К сожалению, есть места и прямо противоположные. Придомовые территории, которые превращаются в настоящие свалки. Кажется, что про них забыли даже местные жители. Правда, вместо того, чтобы сетовать на грязь у своего дома, можно взять и помочь родному двору самому. Например, выйти на общую уборку, организованную местными жителями или службами города. Так, следующий городской субботник пройдет 21 апреля и завершающий в мае, 13 числа. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, Юлия Пятницкого. Телекомпания. Город. Весенние полевые работы в Рязанской области набирают обороты. По состоянию на 17 апреля к их проведению приступили хозяйства 21 района. За последние сутки различные виды работ проведены на площади почти 60 тысяч гектаров. Подкормка озимых культур проведена на площади свыше 80 тысяч гектаров. Многолетних трав подкормлено 15 тысяч. Для сохранения почвенной влаги забороновано несколько тысяч гектаров многолетних трав, зяби и озимых культур. В Александроневском, Ряжском и Ухловском районах начался сев яровых культур. Посеяно всего ничего. 800 гектаров яровых зерновых культур и 200 гектаров однолетних трав. Рязанская область принимает участие в крупномасштабном учении под руководством МЧС России. Продлятся они несколько дней. А итоги подведут 19 апреля. Подробнее расскажет Мария Рудая. Весное тяжелое время для спасателей. Паводок, пал сухой травы и природные пожары – самые актуальные проблемы для этого времени года. Поэтому в течение трех дней сотрудники МЧС будут отрабатывать действия по ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных весенним половодием и природными пожарами. Особое внимание уделят вопросам применения аэромобильных группировок в зоне чрезвычайных ситуаций, авиации и беспилотных летательных аппаратов. Планируется, что в командно-штабном учении примут участие более 7 тысяч человек и будет привлечено более 1100 единиц техники. При этом в практических мероприятиях примут участие более 2800 человек. Планируется привлечение более 270 единиц техники. Согласно замыслу, учение пройдет в три этапа. В первый день все силы будут приведены в готовность к реагированию на возникновение ЧС. Затем предстоит этап организации работ. В третий день непосредственно ликвидация условий чрезвычайных ситуаций. Интернет прочно вошел в нашу жизнь. Сейчас не обязательно находиться рядом с компьютером для того, чтобы зайти во всемирную паутину. Современные гаджеты позволяют воспользоваться Wi-Fi. В настоящее время в силу вступили изменения, связанные с использованием одной из технологий беспроводной передачи данных в общественных местах. Теперь для того, чтобы воспользоваться Wi-Fi в общественном месте, необходимо будет авторизоваться. Студентка Ана Малистова, девушка активная, в будущем хочет стать журналистом. Она признается, часто приходится перекусывать в кафе. Для учебы ей постоянно нужен интернет, поэтому доступная сеть Wi-Fi во многом помогает. К нововведениям, которые уже вступили, в силу относятся с осторожностью. Ведь для того, чтобы зарегистрироваться в сети, необходимо указать личные данные. Это вызывает подозрения. Когда, ну вот лично у меня, когда меня просят номер телефона, когда мне приходят какие-то смс, это еще как-то все-таки больше времени занимает. То есть легче просто прийти, подключиться и все. Несмотря на то, что на абонентов, которые организуют Wi-Fi сеть, могут лечь дополнительные финансовые нагрузки в виде приобретения необходимой аппаратуры и программного обеспечения, интернет для посетителей должен остаться бесплатным. Представители кафе, где люди чаще всего используют Wi-Fi, относятся к новым правилам положительно и уверены, что на их работу они не повлияют. Зайти в интернет может каждый. Интернет всегда отслеживается. Занимает это всего лишь пару секунд. Вводишь номер, приходит тут же смс. Иногда бывают задержки, но это сбои уже интернета. А так, пришла смс, вводишь, все, у тебя интернет работает. И хорошо работает. Никаких сбоев, ничего. В следующий раз приходишь, у тебя уже не надо будет вводить номер телефона, у тебя автоматически уже подключается. Авторизовация для использования Wi-Fi точек в общественных местах достаточно простая. Это отнимет всего несколько минут времени, уверяют специалисты. Основных методов, которые реализует оператор связи, это через звонок с номера сотового телефона, либо через смс. Второй метод через сайт госуслуг, где пользователь однозначно зарегистрирован под своим фамилией, имя, отчество. Пользователи интернета по-разному относятся к нововведениям. Но как бы то ни было, главная цель новых правил в первую очередь обезопасить людей. Любая информация экстремистского характера будет отслеживаться компетентными органами. Мария Рудай, Станислав Кудряшов, Юлия Пятницкого, телекомпания «Город». В Рязани на две ночи перекроют северный обход. Движения запретят из-за технического обслуживания разводного вертикально-подъемного моста через Трубиш. В частности, проезд будет запрещен с 23.00 23 апреля до 5 утра 24 апреля. И в это же время на следующие сутки. 16 апреля 2018 года началась история нового опорного пункта полиции, расположенного на улице Забайкальской. Теперь здесь граждане смогут встретиться со своими участковыми, оставить заявление или информацию, получить ответы на интересующие их вопросы. В новом опорном пункте уже с первого дня полицейские будут осуществлять прием граждан. В торжественном открытии приняли участие представители полиции МВД России Паризанской области, а также настоятель православного воинского храма в имя преподобного Серафима Саровского 34-й железнодорожной бригады протеерей Константин, представители общественности и местных жителей. Опорный пункт полиции создан специально для удобства жителей близлежащих улиц, поскольку от граждан неоднократно поступали заявления и просьбы на этот счет. К нам очень много обращений граждан, которые желали непосредственно здесь, в шаговой доступности, как говорится, пребывать к полицейскому и сообщать о своих проблемах. Совместными усилиями и благодаря помощи указанных организаций мы этого добились. В настоящее время для максимального укрепления уровня защищенности граждан пункт находится в шаговой доступности и максимально приближен к населению. Для полноценной работы полицейский пункт оснащен всей необходимой техникой. В завершении мероприятия протеерей Константин преподнес в подарок участковому уполномоченному нового пункта полиции Николаю Панкову нерукотворный образ Христа Спасителя с пожеланием доброго здравия офицерам. Благословим сотрудников, гостей и освятим место сия. Христос воскресе измеретвы. Сейчас опорный пункт полиции уже вовсю работает во благо жителей близлежащих районов. 17 апреля православные верующие отмечают Радоницу. Это день особого поминовения усопших, который церковь празднует на девятый день после Пасхи. Традиционно в этот день верующие посещают кладбище. Радоница переводится как радость. Верующие делятся со своими усопшими родственниками пасхальной радостью. В этот день в храмах совершают заупокойные молитвы. В день Радоницы в православных храмах совершается заупокойная панихида пасхальным чином о усопших, потому что мы знаем, что в дни Святой Пасхи усопших не поминают. Это особое торжество, особая радость, радость воскресения Христова, а значит и воскрешение всех людей, которые верят во Христа, живут по Его заповедям. Так что мы вспоминаем в эти дни, что у Бога нет мертвых, все живые. Но для того, чтобы нам поделиться радостью со своими усопшими близкими, радостью Пасхи, определен особый день, который так и называется Радоница. После церковной службы по традиции на Радоницу принято посещать кладбище и поздравлять с праздником тех, кого уже нет рядом. Церковь верит, что после воскресения Христова смерти не существует. И Пасха – торжество для всех. Мария Рудай, Станислав Кудряшов, Олег Парамзин, телекомпания «Город». Книги, куклы, иллюстрации и анимация. В Рязанском художественном музее 12 апреля открылась выставка работ современных художников Санкт-Петербурга – книга «Квест». Ее организаторы постарались делать все, чтобы посещение этой экспозиции превратилось в уникальную игру для детей и взрослых. Рассказать о книге доступно и увлекательно, сделать посещение музея веселым и интересным для детей и взрослых. Именно такую задачу ставили перед собой организаторы проекта. Поэтому они решили сделать не просто выставку, а самый настоящий квест. Правила книга «Квесты» очень просты. После ознакомления с ними мы отправляемся на поиски макропузика. Ему нужно пожать лапку, и только после этого квест начнется. Рядом с экспонатами выставки наклеены вот такие задания, выполнив которые вы продвигаетесь по выставке. Так, от макропузика мы держим путь к стенду с необычными по форме книгами, которые создали студенты высшей школы печати и медиатехнологии. Оттуда отправляемся на поиски работ с изображением самого знаменитого музея Санкт-Петербурга – Эрмитажа, где нас ждет новое задание. У тебя 12 таких пунктов, 12 таких знаковых экспонатов. И если ты все будешь делать правильно, хорошенько шевелить мозгами, ты доберешься до последнего экспоната, который откроет тебе тайну, откроет тебе главный вопрос книга «Квесты». Это самый секретный экспонат нашей выставки. После чего ты уже можешь перейти в виртуальное пространство и участвовать в розыгрыше супер-призы на нашей стрельничке. Александр Яковлев – автор проекта, член Союза художников, преподаватель на кафедре книжной графики, высшей школы печати и медиатехнологии. Именно он является автором ярких и радужных иллюстраций, представленных на выставке. Сделаны они книгам различных авторов, в том числе и к разбитой сказке, которую написал сам Александр в соавторстве с Юрием Чернецовым. По этой сказке, населенной множеством забавных существ, кукольница Елена Пешкова сделала свои войлочные куклы, среди которых макропузик, мотыльковый слон и синий многоух. А Алиса Боженкова создала для выставки ряд сказочных персонажей, выполненных в сложной авторской технике. Так как выставка книжная, то было такое условие, Сашина именно, он попросил сделать какого-нибудь персонажа книжного, я сделала сказочника. Сначала я не очень представляла, как банальная была идея, что сказочник сидит, пишет книгу. А потом подумала, что ну а как пишет книгу, наверное, к нему приходит какая-то фантазия, какая-то идея, и он ее записывает. Кстати, этого же сказочника изобразил Александр Яковлев. Вот таким образом графические работы иллюстрируют куклы и наоборот, а посетители знакомятся с понятием иллюстрации и книги. Я считаю это очень интересно, потому что мы уже ходили с детьми, это не первая наша выставка, обычно они немножечко походят и начинают скучать. А здесь в такой игровой форме, и, конечно, для них это интересно. Именно такую цель и ставили перед собой организаторы. Детей нужно затащить в музей. Детей нужно заманить игрой, радостью какой-то, приключением, чтобы они под это дело соприкоснулись с какими-то важными, действительно, вещами глубокими. И рассказать им, столкнуть их с культурой, в игре рассказать им какие-то важные вещи. Но не, знаете, не метрским таким, как бы, тоном такой училки дурецкой, а таким вот тоном веселого взрослого друга. Вот это наша главная идея. Выставка книга «Квест» прекрасно подходит для семейного просмотра. Здесь и ребенок, и взрослые найдут для себя что-то интересное. Напомним, экспозиция работает в Рязанском художественном музее каждый день, кроме понедельника и первой пятницы месяца. Ирина Ковалева, Олег Парамзин, телекомпания «Город». Мы живем в эпоху технологий. Компьютер уже давно заменил телевизор, а телефон успешно совмещает в себе функции фото и видеокамер. А для самих гаджетов практически ежедневно появляются удобные для них приложения. Удобный инструмент для ведения бизнеса. Речь о новом приложении UDS Game, которое разработала группа российских программистов. На данный момент оно рассчитано на малый и средний бизнес. Автоматическое ведение клиентской базы, что позволяет забыть о таблицах и анкетах. Настройка бонусной карты для клиентов на кэшбэк. Оцифровка сарафанного радио, то есть клиенты могут рекомендовать ваш продукт через программу, за счет чего растет клиентская база. Все это возможности современной IT-платформы, которая как раз призвана помочь предпринимателю. По факту это собственное приложение, которое доступно бесплатно. Это аналитика, которая нужна каждому предпринимателю, чтобы понимать, какой клиент для него важен, какой совершает какие покупки, действия и так далее. Это контроль работы своих сотрудников, чтобы понимать, какие сотрудники более эффективно взаимодействуют с клиентами. И вот эти все проблемы, они одинаковы во всех странах. И вот как раз UDS Game решает все эти проблемы. Многочисленные преимущества программы обсудили на ежегодной конференции Global Internet Service, которая прошла в Москве. Она посвящена успешным стратегиям развития бизнеса. И сегодня, по словам участников форума, основной акцент в каждой из этих стратегий делается именно на информационные технологии. Чтобы продукт летел и долго жил, чтобы его жизненный цикл у клиента был длинным, необходимо влезть в бизнес-процессы, в маркетинговые бизнес-процессы каждого бизнеса. Для того, чтобы бизнес понимал, что без этого продукта он менее эффективен. Россия уникальная страна, в том числе и в плане ведения бизнеса, уверены участники форума. А все потому, что предприниматели порой предлагают неординарные пути решения задач, пойти по которым мало кто решится за рубежом. Я могу сказать одно, что все же предприниматели зарубежной компании делают. Нигде не удается заработать так быстро, так и больших денег, как в России. Это абсолютно правда. Причем легально абсолютно заработать. Потому что наш рынок динамично развивающийся, молодой, и в котором можно взять большие деньги. И это очень здорово. Помимо этого, предприниматели поделились своим успешным опытом в вопросе ведения бизнеса, а также подходом к решению различных проблем. Это были все новости на данный момент. И еще больше информации вы сможете узнать на нашем официальном сайте город62.tv и в группе в соцсетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам дня и до встречи в эфире. Мама спит. Она устала. В пробках два часа стояла. До работы далеко. Добираться нелегко. Каждый день ее я жду. Грустным не бывает, потому что мамочки мне очень не хватает. А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету. Будет времени в запас. Переезжаем в Еврокласс. Это в центре. Здесь все рядом. Всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас? Заселяйся в Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова